Вопросы, которые вам необходимо решать, накопилось так много, что мое обращение к вам может не вместить весь поток информации, необходимой для этого. Ведь я говорил вам, что Создатель отличается от вас, имеющих то же божественное происхождение тем, что я бесконечен в своих проявлениях. Поэтому каждый из вас несет свою неповторимую божественную искру, которая и определяет индивидуальность каждого из вас. Вы только часть этого великого разнообразия, но вы одновременно и часть вселенского эксперимента, срок окончания которого уже проявляется в вечности и в соответствии с которым все части высшего разума проходили эволюцию самостоятельного возвышения до высот Создателя. Я сейчас не буду говорить о результатах этого эксперимента, а тем более обсуждать их с вами, ибо это еще не конец. Но могу лишь подтвердить, что искру Божью нести не только сложно и трудно для проявленной сущности, но еще и очень ответственно. В этом случае любой свой выбор во время всех трансмутаций человек просто обязан сопоставлять с высотами Создателя и принимать каждый раз ответственное решение, ибо свобода и ответственность и определяют мораль и нравственность поведения человека в плотном плане. Причем, когда я несколько раз подчеркивал вам о необходимости обращения к вашему внутреннему «я», особенно к вашему высшему «я», я тем самым обращал ваше внимание на то, что оно является прямым обращением ко мне, Создателю, ибо высшее «я» человека и является частью Создателя, ставшей прародительницей биологической формы проявления целого. Поэтому, когда вы обсуждаете достоверность получения информации из тонкого плана, вы даже не задумываетесь о том, что форм, способов принятия информации несколько и самым простым, но не самым точным является так называемое автоматическое письмо. Но вот высшим и тончайшим каналом получения информации от высшего разума является обращение человека к своему высшему «я», ибо, как я сказал, оно и есть Создатель. Я многократно просил вас думать над моими словами, ибо, думая, вы не только получаете знания от Создателя, но вы еще начинаете постигать себя, как часть великого целого, а постижение себя является главнейшей задачей любого человека, ибо только в этом случае человек может найти Бога до поры скрытого в сердце каждого человека. Я не хочу усложнять ваше воплощение, заставляя вас напрягать свой разум, но должен вам сказать, что все так необходимые вам инструменты познания истины, познания Создателя уже есть в вас самих, и расположены они в вашем сердце, в местилище Бога на земле. Не ищите ничего сверхъестественного, ибо само ваше пребывание в плотном материальном плане есть чудо моего проявления, и вы сами являете собой удивительное проявление части Создателя. А сверхъестественное для вас заключается в том, что вы сами Боги. Другое дело, как вы смогли осилить этот дар, это великое происхождение, ибо осознание своей божественности должно привести вас к радости и печали одновременно, ибо Создатель вмещает в себе всю любовь мира, но и несет при этом великий крест ответственности за грехи и пороки ваших проявлений. Вы же, по вашему выражению, часто путаете Божий дар с яичницей, доводя свой выбор до полной несовместимости с Создателем, создавая тем самым мне трудности, заставляя меня испытывать боль за каждого изменившего мне человека. Мне действительно больно, и особенно сейчас, видеть уровень нравственного и морального разложения людей, призванных быть не только источниками Божественного Света, но быть сотворцами, отвергающими все, кроме Создателя. Я понимаю, что сложнее, чем возвышение, нет задачи для человека, и не каждый из вас готов в миру отказаться от скверны и перешагнуть ее, ибо скверна в виде грехов и пороков несовместимая ноша с понятиями Пречистого Святого Духа, который есть в каждом из вас. Перед вами стоит очень сложная задача, и сложнее этой задачи для вас нет ничего и не только сегодня, но и всегда, и эта задача заключается в открытии своего сердца, своей души людям, ибо Святой Дух всегда присутствует в человеке, ибо в человеке всегда присутствую я. Еще в самом начале эволюции вашей пятой расы, перед проявленной сущностью, перед человеком, была поставлена задача, которая никогда не снималась и не только не снимается, но еще больше обостряется сейчас. Познай себя, человек, ибо ты Бог по происхождению, ибо ты Творец и Вершитель пространства Вечности. Но вот понять эту задачу дано не каждому из вас, ибо осознание самого себя оказалось непосильной проблемой человеческого сознания, ибо осилить или осознать это может только свободный человек, принимающий всегда взвешенное, мудрое, а значит, ответственное решение. Вы всегда должны помнить, что свобода выбора есть тот великий крест человечества, пронести который, как оказалось не по силам многим из вас, и все от того, что несовершенное и искривленное темными силами сознание не способно увидеть Божественный Свет даже внутри себя. Я продолжаю повторять, что возвышение не лозунг, а очень сложный и трудный путь очищения своего сознания до чистоты Божественного Света, ибо возвышение есть тяжелейшая дорога к Богу, а значит, и путь к самому себе. Вы умираете и мучаетесь без духовной пищи, ибо бездуховный человек является просто биологической формой, хотя и несущей глубоко в себе Святой Дух, но даже не пытающейся открыть свое сердце и заглянуть внутрь себя. Я вам развесил по всему миру миллиарды зеркал, чтобы в них вы увидели не только форму проявления, но и свои глаза, в которых светится дар Божий, присутствие мое, мою любовь и мою печаль одновременно. Ибо не замечаете вы меня в себе, и даже воцерквленный человек, часто принимая мое присутствие в себе, не открывает себя для Бога, ибо не видит себя Богом. Я так долго диктую вам откровение, и лишь с одной и единственной целью – открыть вам мир и открыть вас для самих себя, ибо открывая себя, человек открывает для себя многоуровневое пространство, свое божественное происхождение и меня, Создателя, в своем сердце. Это будет великое просветление для многих из вас, и вы должны быть готовы к тому, что истина, открывающаяся для вас, заставит вас поменять, как я говорил, полюса ваших представлений не столько о пространстве, не столько о Создателе или Творце, сколько о вас самих, как о проявлениях моих в пространстве. Осознание своей сопричастности Богу, ибо Я реально есть в каждом из вас, позволит понять вам ваши возможности творчества и ту ответственность, которую вы несете за свой выбор, за свое творчество. Осознание своей сопричастности Богу, осознание себя частью Бога – вот то, чего я хочу добиться от вас накануне квантового перехода. Ибо изменение пространства коснется и вас, поэтому возвышение для вас есть спасение и переход на высшую ступень школы знаний, которую должен пройти каждый из вас. Остановить этот процесс эволюции сознания и процесс обучения знаниям невозможно, ибо в данном случае школа знаний открывает вам двери в новый мир бесконечного проявления высшего разума, в мир свободного творчества. Субтитры создавал DimaTorzok